язык шара югуров это вот все те же югуры о которых я говорил также и в плейлисте по тюркским языкам дело в том что это народ у которого примерно 14 тысяч человек и в основном говорит на тюркском языке тоже на отдельном на своем и часть говорит еще на монгольском этом языке то есть вот шара югурский язык это монгольский язык на котором говорит часть югуров довольно мало что-то порядка полтора тысяч считается язык под угрозой уничтожения нет письменности при когда нужно что-то писать пишут на китайском естественных на китайском обучают они живут в провинции ганьсу и оба языка в принципе тюркский и монгольский китаизируются потому что как правило они двуязычны в принципе предполагаю что все-таки изначально это были тюрки но часть из них перешла на монгольский язык по каким-то причинам ну вот что известно о фонетике система гласных такая общая алтайская хорошая сохранилась с противопоставлением передних непередних и с развитыми долгими это в принципе старая система гласных вот это про алтайская еще примерно такая была что касается согласных они под сильным влиянием китайского как мы видим фактически оппозиции шумных они принципе китайские уже усвоен ряд китайских звуков этих всяких шипящих свистящих имеется кроме этого гулярный к видимо тюркского происхождения то есть и там есть слова типа пара там тюркские совершенно в которых это классно имеется и имеется начальный а старый который в большинстве монгольских языков выпал то есть принципе там частично зафиксирована какая-то вот старая система монгольских да но с влиянием тюркского китайского все в общем даже сложно то есть нельзя сказать что это совсем такой архаический монгольский язык это как вот архаический монгольский язык на который наложился китайский на который должен все еще тюркский удаление падает на конечный слог долго и краткое важны различаются слова со счет долгой или краткой сочетание согласных могут быть потому что есть еще и редукция поэтому в начале слова может быть сочетание согласных но вследствие редукции допустим мхан мясо то есть было мхан выпало первое а а ударение у них на последний слог кстати перешло ударение на последний слог хотя обычно монгольских на 1 а редукция характерные монгольских осталось то есть получается вот остальные слоги допустим гласные первого слова постоянно могут выпадать из-за чего образуется сочетание согласных в начале слова единственное множественное число вот поскольку данных малым пошел я все-таки нашел англоязычную грамматику описание языка которая делалась вот показатели множественного числа которые бывают в основном с конечно до 8 падежей осталось старомонгольские залоги и их показатели все те же вот обычные для монгольских то есть четыре залога в данном случае два наклонения изъявительные желательно и в изъявительном наклонении имеется настоящее будущее прошедшее время но это в принципе типично для монгольских поэтому я примеров не привожу ранее тут в монгольских языках постоянно описывают систему местоимения в принципе да напоминают монгольский допустим бу я там будет че ты и так далее но вот числительные чтобы заценить различие вот числительные в этом языке можно сравнить с монгольским бурятским вот парадигма изменениями существительных так как нет своей письменности у меня два источника один писали англоязычные исследователи они там латиницей все транскрибируют а второй писали русскоязычные они транскрибируют кириллицы ну вот а собственного значит нет у них способа писать ну вот окончание в принципе тоже очевидно что близких другим монгольским языкам что касается синтаксиса тоже в общем типичные для монгольских вот примеры там у меня в этом описании порядка больше двухсот примеров различных предложений вот самые простые предложения но в общем очевидно что сказуемо на конце определение перед определяемыми вот структурно вполне узнаваемые такие монгольские предложения в общем как обычно много причастных иди причастных оборотов и соответственно мало предаточных предложений языке что касается лексики то пишет что в основе лексики монгольские слова но также много тюркских то есть лексика представляется бы определен такой смесь монгольских и тюркских естественно так как они двоязычные идет влияние китайского и есть определенное влияние тибетского языка ну вот что вкратце об этом языке известно